Добрый вечер! Ждём первого слушателя и начинаем с Божьей помощью изучение недельной главы. Вот, добрый вечер! Я не вижу, кто пришёл, но спасибо! Благодаря вам мы уже можем начать наш урок и не откладывать. Добрый вечер всем! Извините, пожалуйста, за перенесённое время. Только забежала домой. И надеюсь, что даже в попыхах наш урок пройдёт полноценно и полезно для вас. Скоро вы уже решили, сейчас час, вместо того, чтобы смотреть какой-нибудь сериал, провести это время со мной, очень постараюсь вас не подвести. Спасибо большое за вашу компанию. Всегда она очень радует. Добрый вечер! Итак, у нас сегодня будет достаточно незамысловатый урок, несложный, как мне кажется. Но в конце он должен нас замотивировать и дать какую-то точку, над которой мы должны задуматься. И если мы, опять же, как обычно, сможем что-то в нашей жизни поменять в лучшую сторону после этого урока, считаю, что мы совершили просто максимальный переворот. Итак, недельная глава у нас Ахара и Мод. И мы начинаем с небольшой истории, пока люди подтягиваются. Вышла на прогулку молодая пара, где муж был, как бы так сказать, жмот. Очень жадный человек. Вот они проходят мимо ресторана, и женщина не могла что-то стоять от запаха и говорит, ой, как тут пахнет стейками, давно я не кушала стейки. Муж на неё смотрит и говорит, «Ну, слушай, если тебе так нравится этот запах, давай пройдём ещё раз мимо этого ресторана». Мы сегодня с вами будем говорить про запахи. И насколько нам кажется, эта тема с вами не еврейская, не актуальна в наше время. И нам кажется, что мы не замечаем запахи, и они не имеют большого веса в нашей жизни. Я этим уроком хочу немножечко перевернуть наше внимание на какие-то более глубинные вещи одного из этих замечательных чувств. Чувства запаха. Если бы в наше время жил какой-то мудрец, который бы являлся пророком и напрямую общался со Всевышним, и мы обратились к нему бы ещё год назад, когда только началась корона, с вопросом, что сделать, чтобы усмирить гнев Всевышнего, чтобы избавиться от этой напасти, чтобы выпросить у Всевышнего убрать всю эту заразу, избежать такого большого количества жертв, мы с вами в жизни не догадаемся, какой вариант ответа дал бы нам этот мудрец. Он бы нам сказал, принесите Всевышнему сожжение благовония. И благодаря этому запаху он сможет отменить самый суровый приговор и слушать все молитвы под воздействием этого запаха. Ему останется только говорить, амен, 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 пусть так и будет. Всё, что вы просите, пусть спустится на землю, только потому, что вы мне дали понюхать этот невероятный запах. И, во-первых, мы с вами пытаемся понять, почему этот запах так влиял на Всевышнего. Все шутки в сторону каких-то наркотических запахов мы оставим в стороне, но ясно, что оно имеет какое-то значение. И самое главное для нас... Извините, пожалуйста, WhatsApp. Как мы в нашей жизни можем использовать эту информацию? Есть ли у нас это возможность что-то зажигать, что-то делать для того, чтобы пробудить такую же реакцию Всевышнего на все наши просьбы, отвечать амен. Пусть так и будет, как ты просишь. Почему мы сегодня об этом с вами говорим? Потому что в недельной главе у нас происходит невероятная вещь. Самый святой день, Йом-Кипур, самый святой человек, Коя-Нагадоль, заходит в самое святое место, святая святых в храме, и вместо великой молитвы, вместо каких-то духовных каббалистических смыслов, что делает Коя-Нагадоль первым? В одной руке у него угли, в другой смесь благовоний, и он поднимает это все, зажигает и начинает молитву только когда вся комната Кодыша Кудашил, святая святых, наполнилась облаком этого запаха, показывая, что Всевышний вот сейчас, в эту минуту, внушает, внюхивает этот запах и готов дальше слушать молитву. А молитва была очень простая. Она просила всего три вещи, чтобы продолжалось царствование Еуды, и еврейский народ имел свое продолжение, а не ассимилировался, другими словами, чтобы у нас было здоровье, и чтобы у нас был достаток во всем, что мы просим, материальном и духовном. Как вы думаете, это вообще логично? Если бы я вам сказала, что Йом-Кипур и Всевышний слушает и прощает нас за все, то, наверное, мы бы этот день наполнили 24 часа каждую минуту словами молитвы, просьбой о прощении. А тут мы столько времени уделяем всего лишь наполнению комнаты каким-то запахом. Вся эта часть кажется нам немножечко лишней и непонятной. Давайте начнем вообще с того, что такое запах для человека. Запах – это одна из вещей, от которых мы не можем абстрагироваться. Если вы идете по улице и забвенно с кем-то говорите по телефону, вы можете не увидеть, какой красивый закат по дороге, можете не услышать, когда вас кто-то окрикивает, можете не почувствовать, когда вас кто-то толкнул. Но что? Если вы проходите мимо мусорок, и вы обязательно скажете, фу, ой, какое вонючее место я прохожу, или, проходя мимо куста сирени, вы остановитесь и вдохнете этот запах поглубже, потому что запах, хотим мы этого или нет, от него невозможно абстрагироваться и пойти дальше, не обращая на него внимания. Второе, я хочу рассказать про один эксперимент, который провели в Америке. Я думаю, что о нем мало кто знает, потому что он не имеет какого-то большого веса, но для нашего урока он подходит идеально. Это исследование было очень маленьким, как одна из работ одного студента. Он собрал 24 студента, которые были на перемене, гуляли по внутреннему двору, и без логики разделил их на две группы по 11 человек и поместил их в две разные комнаты. Одна комната была без запахов, во второй стояло ведро с водой, и в нем было большое количество разбавленного средства для мытья полов. Это обычно, знаете, такой запах, когда хозяйка только помыла квартиру, и вот она пахнет чистотой. В Израиле обычно с этим запахом ассоциируется экономика, вот хлорокос, который здесь все моют. И когда он поместил две эти группы в комнаты, он раздал каждому из них пачку печенья и предложил им пока перекусить. И он заметил интересную вещь, что в комнате, в которой был запах вот этой экономики, все кушали очень аккуратно, собирая крошки, подметая их со стола, где это упало, стараясь не намусорить. В первой же группе, как обычно они себя вели, так они себя и вели. Второе, что он им дал для испытания, листики заполнить попросил, напишите 10 вещей, которые вы планируете сегодня сделать на протяжении дня. Что вы думаете, в группе, где был запах, хотя они даже его не видели и не чувствовали, и это был бессознательный прием вот этого запаха, пару пунктов из всего, что они планировали сделать за день, касались уборки. Если я успею, я беру в комнате, я планировала стихку, я планировала сегодня, я не знаю, помыть свое рабочее место. В первой же комнате ни у кого таких планов вообще не было. Насколько мы даже не замечаем, что запахи на нас влияют. И это уже, например, про шаре магазина. Когда вы заходите в какой-то магазин и чувствуете, что там есть запах, и он уже ассоциируется с этим магазином. И этот запах, он помогает нам что? Расслабиться и забыть, что мы куда-то спешим, что у нас есть определенная сумма денег, которую мы не можем потратить в этом магазине. И вообще мы сюда не забирались заходить. Но что? Мы зашли и купили, потому что запах располагает к тому, чтобы мы расслабились. Дальше у нас с вами есть пять чувств. Мы воспринимаем мир с помощью пяти чувств. Это зрение, слух, нюх, обоняние. Когда мы можем потрогать вещь. И что еще у нас есть? Подсказывайте. Зрение, слух, прикосновение, вкус, обоняние. Все, все правильно. Пять вещей. И из этих пяти вещей четыре у нас говорят только про наше тело. И только один говорит про нашу душу. Подумайте, нашей душе не надо трогать. Многие вещи она, если бы могла бы, закрыла глаза и не хотела бы слушать, что наше тело говорит. Особенно, когда мы вечерами общаемся с подружками, обсуждая все. И всех наша душа вообще сходит с ума внутри. Нашей душе не надо кушать, нашей душе не надо ничего делать, кроме чего? О, кроме запаха. Это единственное, что осталось. И если вы хотите, чтобы я вам доказала из нашей жизни, то подумайте, что больше всего может разбудить вас воспоминаний. Еда очень редко. Только если вы кушаете реально блюдо, которое готовила ваша мама, и именно по такому рецепту. Вот драники, именно такие, как мой папа и Наполеон, именно такие, как моя мама. Другие Наполеоны никогда во мне не разбудят никаких чувств. Но запахи, они для нас ясно, четко ассоциируются с каким-то действием. Вот у меня есть яркий запах Израиля. Это кондиционер для белья, самую розового цвета. Для меня это прям Израиль. У меня есть запах бабушкиного дома, запах деревни. И иногда эти запахи не только приносят нам ассоциацию, такие приятные или неприятные чувства, они даже могут у нас вызвать более сильные эмоции, вплоть до растроганности и слез. Ничего такого в нашей жизни больше эмоций не вызывает. Плюс ко всему тому, что я хотела доказать, что запах, он является частью, которая заходит нам глубоко в душу, в Талмуде, в трактате «Ворохот» спрашивается вопрос, почему мы благословляем на запахи? Ведь запахи – это не то, что мы можем потрогать. Запах – это единственное, что мы не можем доказать его существование. Могут стоять в комнате рядом два человека, один сказать «Ммм, ты чувствуешь, здесь лимонами пахнет?» А второй такой «Да нет, вообще тут лимонами не пахло». Только если мы возьмем этот воздух на экспертизу и мы посмотрим, есть ли там вот эти вот части лимона, мы сможем доказать, есть тут этот запах или нет. Запах – это что-то неощутимое. Как на вот такую субстанцию непонятную мы можем говорить о благословении? Тоже до сих пор есть вопрос, надо ли говорить о благословении, жуя жвачку, ведь она не попадает к нам внутрь. За что мы как бы благодарим? За вкус? Но это же даже не вкус, это как бы неважно. И в конце Талмуд привозит последнюю строчку, которая заканчивается Тейлием, Салмы Давида. И там написано «И будет душа благословлять Всевышнего». И там тоже задают вопрос, а за что душа благословляет Всевышнего? Любое благословение и благодарение Всевышнего за что-то, от чего мы кайфуем. От чего кайфует наша душа? И оттуда мудрецы выводят, что единственное, от чего в этом мире кайфует душа, это от запахов. И мы знаем, что эту практику взяли для себя не еврейские культы, когда заходишь, не заходишь, когда есть в их храмах, в каких-то там их духовных местах, всегда зажигают какие-то свечи, палочки, арома, масла, всё это очень принято. Когда вы заходите в СПА-салон, в расслабляющем массаже обязательно зажигают какие-то благовония. Для чего это всё делается? В принципе, для того, чтобы помочь душе подняться, выйти из тела, абстрагироваться от действительности, оторваться от реальности. То есть ясно, что это всё влияет на нас. Но иудаизм взял это в другую совершенную крайность и сделал с этим совершенно другой вариант. Мы с помощью запахов не пытаемся оторваться от этого мира, а наоборот призываем нашу душу оставаться здесь. Как я это знаю? Если вы когда-то были или сами соблюдаете уже с Божьей помощью шаббат, вы знаете, что шаббат заканчивается в субботу с выходом трёх звёзд. И насколько никому из нас, кто тяжело работает, кто использует время в неделю очень активно, никому из нас не хочется заканчивать шаббат. Потому что ты понимаешь, что вот буквально через минуту после Авдалы я возьму в руки телефон, я вспомню про свои дедлайны, я вспомню про то, что у меня тесты какие-то, и вождения, и машину чинить, и детей в садик, и готовить, кушать, и помыть посуду. И всё это напаливается, как снежный ком в одну секунду. Поэтому любой человек, который полноценно проводит рабочую неделю, он вот эти вот последние секунды шаббата пытается задержать, чтобы кайфануть от тишины ещё немножко. И вот когда мы делаем Авдалу, у нас есть определённые символы. Мы зажигаем свет, потому что он был создан именно в Моцель-Шаббат. Мы делаем какие-то особенные благословения, разделяющие между святым и будничным. Но самое необычное, что мы делаем, это благовоние, когда мы благословляем на запах, и каждый из присутствующих нюхает, будто это гвоздика, мята или любой какой-то другой натуральный запах. Почему? Потому что иудаизм воспринимает запах как что-то, что мы говорим душе. Тебе есть ради чего оставаться в этом мире. Возвращайся, не желай оторваться от будничного, от материального и остаться только в вечном шаббате, в вечной духовности. В этом мире тоже есть кайф. Мы тоже можем использовать многие вещи и наслаждаться ими. И даже сложная работа, ведь чем сложнее работа, если ты любишь то, чем ты занимаешься, ты от этого больше кайфуешь. Главное любить, что ты делаешь. Так вот, душа любит запах, и поэтому в Матей Шаббат мы нюхаем определенные приятные нам вещи для того, чтобы уговорить нашу душу, что в этом мире не так все плохо. Дальше, если мы с вами... А, ну, еще что-то забыла. Зашла в интернет и проверила. На самом деле это так, хотя это было написано давно в Талмуде, но не еврейские ученые придумали и дошли до этого совершенно недавно. Есть такой феномен Пруста. Этот феномен, вы можете так же, как и я, ознакомиться с ним и РФТО всем в интернете, говорит о том, что запах, он в отличие от всех остальных наших чувств, самый яркий для нашего восприятия. И, как это объясняется, тем, что запах попадает через носовые пути нам в мозг без фильтра. Он попадает напрямую. И второе, самое важное в запахе, что его центр в мозге находится именно в том же месте, где место, отвечающее за наши воспоминания. Поэтому так ярко у нас иногда всплывают какие-то вещи, которые ассоциируются у нас. А мы даже не думали, что запах свежих яблок – это именно ассоциация с бабушкой. Потому что этот запах, он сразу без лишних забот попадает к нам в мозг. Тоже мы знаем, что, например, беременная женщина и у неё ребёночек буквально на пятнадцатую неделю, вот это маленькое, я не знаю, какого там размера чудо, оно уже чувствует запахи. Оно получает удовольствие от этих запахов. И потом, когда он с Божьей помощью рождается, он вспоминает, он помнит эти запахи, и они его успокаивают так же, как те запахи, которые успокаивали его в утробе мамы. А ещё каждый врач подтвердит, что когда приходит человек и говорит о том, что у него идёт ухудшение обоняния, то первое, что проверяют, есть у него склонность к Альцгеймеру или к Паркинсону, потому что то, как мы воспринимаем запахи, оно очень показывает наше духовное внутреннее состояние нашего организма. Добрый вечер всем, кто присоединился. Надеюсь, что вы быстро вникнете во всё, что мы здесь говорим. Тема достаточно лёгкая, но, мне кажется, интересная. Я надеюсь, по крайней мере, что вам немножко интересно. Что по Торе? Это были научные какие-то у нас доказательства. Дальше, что говорит Тора про особенность запаха? То, что запах – это единственное чувство, которое не согрешило во время греха Хавы. Помните, у нас с вами в начале года был урок вообще про плод, какой это был плод, как она согрешила, как до сих пор это влияние этого греха идёт в наше время, что мы с этим должны сделать. О, я вижу лайк от моей мамы. Мамочка, привет! Так вот, когда мы открываем недельную главу «Берри Шитц», то мы видим, что Хава, она трогала этот плод, она кусала этот плод, она слышала, что про этот плод говорит змей или какая бы там субстанция другая ни была. Но ни разу не написано, что она этот плод понюхала. И только благодаря этому этот запах остался у нас до сих пор нетронутым и так глубоко проникает в наше сознание. Кстати, если вот скоро у нас уже время летит, незаметно. Роша Шана, можете запомнить этот маленький двор Турай и рассказать его за столом. Почему из всех фруктов, которые у нас есть, мы сделали символом Роша Шана яблоко, которое мы окунаем в мёд? Почему не банан, почему не филик, не инжир, не какие-то другие вещи, именно яблоко и мёд? Одно из объяснений, что яблоко обладает тремя важными качествами. У него есть и красота, и запах, и вкус, чего нет, в принципе, у остальных фруктов. И вот эти вот три вещи, они символизируют для нас три самые главные благословения, которые мы выпрашиваем у Всевышнего Роша Шана. Это здоровье, это достаток и это дети. Как, ну, в общем, три на три, всё у нас красиво получается, мы это просим. И что? Просим не просто так дать достаток, не просто обычных детей, не просто такое себе здоровье, а прямо куда им это в мёд, показывая Всевышнему, вот такое сладкое, такое явное, такое специфическое. Мы хотим почувствовать благословение в следующем году. РФ ТОФ, РФ ТОФ, всем, кто присоединился. Продолжаем. А, кстати, да, мы не продолжаем, мы только начинаем. Всё, вообще, всё, что мы сейчас говорили с вами, это было только введение в урок. Мы с вами поняли, какая роль запаха есть в человек, в человеческой жизни. И почему это так? Ну, мы даже не начали разбирать недельную главу. Почему? Потому что мы с вами сказали, что этот запах, который приносил Коэн в храме, от него кайфовал не человек, от него кайфовал Всевышний. И тогда, в принципе, то, что человеку запах – это по кайфу. Нам очень приятно, понятно, удивительно, что бы то ни было. Почему Всевышний кайфовал этот запах, какое для него значение этот запах имеет. И здесь мы подошли к вам, с вами к сути урока и, в принципе, к тому, из чего мы можем взять зерно и понять, что эта недельная глава просит от нас. И какие инструменты, какие благовония есть в нашем арсенале для того, чтобы пробудить Всевышнего к милосердию нам. Итак, если мы с вами разбираем отрывок истории вообще, с чего начинаются эти благовония. Сейчас, секунду. То вся идея. Давайте я буду… Благовония очень, так мне кажется, странно звучит на русском языке, на иврите. Это называется кторот. Я так и дальше буду называть. Кторот – это вот эта вот смесь благовоний, которую зажигали. Если мне бы сказали одним словом охарактеризовать всю вот эту процедуру, я бы сказала, что в глазах Всевышнего она выглядела как один большой сюрприз. Неожиданность. Нежданчик. Что-то, что… Ну, другими словами, в общем, не назовёшь, или мой русский такой скудный. Неожиданность. Почему? Потому что, во-первых, для этого кторот взяли 11 разных трав. Мы знаем, что их было 11. И это число уже вызывает у нас вопросы. Символ еврейства, символ какой-то цельности – это число 10. 10 заповедей, 10 казней, 10 лет, 10. У нас очень много всего крутится вокруг цифры 10. Ну, не хочешь взять 10, возьми 12. И тогда можно будет сказать, что каждый запах у нас ассоциируется с каким-то коленом. 12, да? С коленом Израиля. 11 – это вообще не еврейское число. Оно нигде не встречается, оно не имеет никакой роли. И мы берём вот это вот, казалось бы, несимволичное число. Из этих 11 составляющих этого кторот, известных в торе у нас только 4. Из этих 4, если мы начинаем их рассматривать и пытаться понять, что в наше время это были бы за растения, то мы просто диву даёмся. Начнём с того, что есть там такое в составе растение, которое называется хельбена. Хельбена, где мы встречаемся ещё с названием этого растения, я не знаю, что это такое, правда. Но, когда говорят про святость шабата, про то, как мы должны кайфовать и делать самое лучшее в шабат, один из законов написано, нельзя, чтобы в доме была хельбена во время шабата. Почему? Потому что у неё такой противный специфический запах, что она может убить весь кайф от наслаждения шабатом, как бы вы к нему не готовились. То есть той вообще вещь, я понимаю, что из 11 вещей, одна это, извините, вонючка, вторая это без запаха вещь, я не помню, как она называется, третья тоже специфический запах, четвёртая вообще непонятно, ну, то есть мне непонятно, но это не какая-то смесь, когда вы уже можете представить, что это будет невероятный запах, это не мята с цитрусами, не какие-то цветочные ароматы, это сбор непонятных трав, которые вообще могут даже вонять. И то есть что мы видим? Что их количество странное, что их составляющая странная, что их запахи странные. И вот из этой вот всей кучи странных вещей, что получается? Самый большой кайф для Всевышнего. Отсюда мы видим, что вся символика этого приношения удивить Всевышнего и сделать ему сюрприз. К этому мы ещё вернёмся, оставим в стороне, и дальше я вам задам другой вопрос. Помните ли вы, как звали первого еврейского ребёнка, который родился в еврейской семье? Помните? Секундочку, пока попьём. Вы сегодня не активны, но может мне просто интернет. Задерживать первого ребёнка, родившегося в еврейской семье, звали Ицхак. Ицхак – это «засмеётся» в переводе. И мы знаем, что любой родитель, когда выбирает «нет», «Адам нет», «Адам нет», мы имеем в виду еврейскую семью, которая уже по... ...сама пришла к этой вере, и Авраам считается первым евреем, но у них первый ребёнок, родившийся от цари, Ицхак. Мы знаем, что пара, когда выбирает имя будущему ребёнку, они смотрят не только на красивое звучание, на то, чтобы это имя им нравилось, или в честь какого-то родственника, обязательно должно у имени быть какая-то энергия, какой-то смысл, какая-то подача, чтобы это не было просто сборище букв, и непонятно, что это имя обозначает. Например, ну вот для нас, для русского уха тоже очень есть имена, выберите, которых очень много, что там Яэль, например. Какое красивое имя Яэль. Но если вы спрашиваете, что оно обозначает? Горная коза. Не знаю, для русского говорящего человека, наверное, сложно так назвать. Горная козочка, свою дочку. Или Рахель. Что такое Рахель? Это овечка. Вот если вы живёте там где-то в Украине, в России, и вас спросили, а что значит имя вашей дочки? А, она овца. Тоже вот как-то мы ищем, чтобы был смысл какой-то, чтобы было приятно его сказать, чтобы оно давало энергию ребёнку. Скажите мне, как такое может быть, что первого еврейского ребёнка зовут так странно? Смеявшийся. Шут. Тот, над которым все смеются. Вот родился Ицхак, и весь мир смеялся. Как это так у с такой старой пары, когда у женщины уже не было никаких признаков женственности, мог родиться мальчик. Ха-ха-ха, как смешно, какие чудеса бывают в этом мире. И вместо того, чтобы абстрагироваться от этого всего, от какого-то, знаете, вот бывает у человека есть недостаток, которое невоспитанное общество высмеивает. Вместо того, чтобы этот недостаток как-то скрыть и заполнить какими-то другими прелестями своими, отвести от недостатка глаза окружающих, то здесь наоборот, назвали ребёнка этим именем. Первый еврей. Тот, над которым смеются. Тот, который всегда смеётся. Какое бы значение мы ни взяли, оно очень нам кажется странным. Но это же имя, сказал Всевышний. Это же не просто они придумали. Все засмеялись, давай назовём его шутом. Нет, это имя символизирует вообще на будущее поколение всю суть еврейского народа. Всё, что Всевышний ожидает от нас, как от потомков Ицхака, заложено в его имени. И тогда мы понимаем, что это не просто имя, над которым можно пренебрегать его значением, а в нём скрыт глубокий смысл. Какой? Любой человек, который занимается юмором, который пишет шутки на заказ, уже это такая целая наука. И есть правило, как написать хорошие шутки. Так вот, он вам скажет, что хорошая шутка, в чём её смысл и секрет, в том, что она неожиданно заканчивается. Когда идёт какое-то повествование, какая-то история, в принципе, всё понятно и ожидаемо, и вдруг в конце какой-то загиб, и ты такой, а, вообще неожиданно, вот это ты сказал, вот это ты придумал. Честно, если очень честно, я считаю, что у меня есть чувство юмора. Но сейчас, когда надо было какую-то шутку на заказ, для этого урока что-то придумать, я не смогла ничего в своей голове придумать, полезла в интернет, анекдоты, шутки. Ну, в общем, не было ничего достойного для этого урока. Но я решила вам просто рассказать небольшую такую зарисовку, которая показывает, на мой взгляд, что такое неожиданный конец. Мальчику в Украине задали написать сочинение на тему, почему я люблю Украину. Он, не зная, отправился дома за советом к папе. Пап, почему ты любишь Украину? Да не люблю я Украину, я Израиль люблю. Мама, ты почему любишь Украину? Да не очень-то я люблю, я в Америку бы поехала жить. И тогда он написал в сочинении своём, я люблю Украину, потому что кроме меня её никто не любит. Ну, я не знаю, если вам эта шутка будет смешна, но в любом случае, когда мы слышим какую-то историю и в конце что-то неожиданное, это приводит нас в замешательство, в шок, и иногда это вызывает улыбку. И тут мы понимаем, почему мы начали со слова «неожиданность», как «добрый вечер всем», неожиданность, как символ благовония человеку, и шутка, которую Всевышний заложил в имя первого еврея всей этой истории. И тут мы с вами подходим не только к тому, что было у нас в Торе, к такой исторической зарисовке, а подходим к нашим дням. Что со всей этой информацией мы с вами сегодня можем сделать, и какой урок Всевышний нам даёт, какие инструменты кладёт в нам руки для того, чтобы мы могли что-то сделать со своей жизнью уже прямо после этого урока. И секундочку, чтобы ничего не перепутать. Всевышний ждёт от всего нашего народа, от каждого из нас, неожиданностей, сюрпризов. В чём они заключаются? Каждый из нас точно знает, какие непроработанные качества характера у него есть, какие слабые стороны. Когда мы легко взрываемся, когда муж опаздывает с работы, мы ему сразу об этом говорим, когда мы срываемся на детей, когда мы легко обижаемся, когда мы легко какое-то словечко можем пустить в сторону другого человека, а потом задуматься. В принципе, ситуации, с которыми мы сталкиваемся, уже знаем, какая реакция последует, потому что мы с собой знакомы. И вот когда мы берём весь этот комплекс непонятных наших качеств, извините за такое вот грубое сравнение. Одно качество вонючее, второе без запаха, третье хотелось бы вообще его скрыть. Четвёртое вроде неплохое, но по сравнению с остальными, которые были, оно в принципе теряется, и никто не знает, что я милый, потому что слова вылетающие у меня изо рта портят всё впечатление обо мне. И когда мы берём все вот эти вот наши качества, и хорошие, и плохие, и то, что лучше бы вообще людям не видеть, и удивляем Всевышнего конечным результатом, это то, ради чего был создан еврейский народ. Потому что у Всевышнего нету сюрпризов там наверху. Ангелы, они как роботы, они запрограммированы делать определённые вещи, одно и то же благословение, одно и то же... Они роботы. Там нету зла. Здесь есть зло, здесь есть неожиданность, здесь есть возможность рассмешить Всевышнего. И я вам скажу, что намного легче долететь до Луны и обратно, чем изменить какое-то одно качество характера. И Всевышний говорит, когда вы берёте вот это вот всё наполнение и удивляете меня, от этого я кайфую. Всевышний не удивляется, когда мы падаем. Всевышнего не расстраивает, когда мы грешим. Всевышнего искренне. Он недоумевает. Когда после этого греха мы остаёмся лежать. Когда у нас не хватает сил встать. Когда мы машем рукой и говорим, ай, ладно, я уже с кем-то дел в жизни наделал, чё я буду дальше, куда-то рыпаться. Я уже в пираке, а вот по учению отцов, которые мы сейчас учим каждый шаббат на протяжении всех летних месяцев, сказана невероятная вещь, которая преследует меня постоянно, доказывая свою правоту. заповедь влечёт за собой заповедь, грех влечёт за собой грех. И как бы она ни была тривиальна, легка и так вот очень обычное предложение, оно в нашей жизни ярко всегда проявляется. Как только у нас получается помочь одному человеку, мы на этом воодушевлении можем ещё помочь, ещё сделать, и открыть организацию, которая помогает. Когда я провела свой первый урок, я была уверена, что никто не будет меня слушать, и что кому это надо, и чему я могу вас научить, и вы все и так умные, и я как бы ничем не отличаюсь от вас. И когда пошли ваши комментарии, и когда вы меня поддерживаете, и благодарите, и потом вы в личных сообщениях пишете, как вы стараетесь изменить свою жизнь с подачи вот этих уроков, это то, о чём я говорю заповедь, влечёт за собой заповедь. Я со своей стороны хочу вам больше давать уроков. Вы когда учитесь выражать свои чувства и открыто благодарить другого человека, и слышите в ответ, спасибо, мне так это было приятно слышать, вам уже легче благодарить другого человека. Но это хорошая сторона этого предложения, есть и плохая. Я живу в Галуте, я живу среди неевреев, и у меня шаббат, рабочий день. Да если я не соблюдаю шаббат, чё я буду ходить в кошерной юбке, например? Ну это какое-то двойное лицо. Тут я соблюдаю, тут я не соблюдаю. Сюшень говорит, нет, вы не понимаете силу маленьких начинаний, маленьких шажков. Именно они строят нашу дорогу. Если не сделать этот первый шаг, то мы с места не сдвинемся. И это касается всего бизнеса нашей жизни, какого-то психологического нашего пробуждения. Когда мы ждём возможности сделать большой бизнес, большой проект, перевернуть какое-то огромное качество, и вдруг в один день стать другим человеком, мы так будем ждать до 120. Что надо сделать? Начать хоть с чего-то. Одно, одно, одно. И тогда мы увидим, как мы двигаемся медленно, но верно в каком-то хотя бы направлении. И последняя история, которую бы я хотела рассказать, она меня очень вдохновила, мне показалось, что она прям очень подходит, когда мы берём какое-то плохое качество, не плохое качество, а что-то сложное испытание в нашей жизни и переворачиваем. И переворачиваем его в добро. Кошерная юбка. Ну, смотрите, вообще слово «кошерная», оно применяется у нас как что-то подходящее, еврейское, по правилам. Кошерная юбка – это юбка, которая не облегает, закрывает колено, и не красная. Вот, в принципе, три вещи, которые говорят про кошерную юбку. Есть кошерный парик, есть кошерное платье, кошерные украшения, что-то годное для того, чтобы оставаться евреем в рамках закона. История, которую я вам хочу рассказать, она, конечно же, была на самом деле, происходила в американском районе Боро-Парк на улице Шомрай-Шаббас. Шомрай-Шаббас – это соблюдающий субботу. До сих пор там стоит большая синагога, которая даже в последний год, во времена короны, там было постоянных три меняна в день. И чем отличается эта синагога от всех остальных? Тем, что это не только здание с молебным залом, а там ещё есть чайная комната. Комната, в которой уютные диваны, кресла и собраны сорта кошерного чая, опять же, кошерного, со всего мира на любой вкус, для того, чтобы каждый мог там немножко отдохнуть и расслабиться. Какая вообще история этой комнаты? Если вы туда, куда когда-то попадёте, чтобы вы вообще знали, чем она так крута. Когда-то давным-давно один еврейский мальчик из этой улицы выходил на шедух на встречу с целью создания семьи. И на первой встрече им очень понравилось общаться друг с другом. Парень и девушка чувствовали, что они идут в одном направлении, у них общие взгляды, они одинаково видят семью и, в принципе, и внешне, и духовно они подходят друг к другу. И вот встреча, в принципе, заканчивается. Подходят к концу, парень смотрит на часы и понимает, что время позднее, и он ещё немножко и не успеет помолиться полуденную молитву Минху. И он просит прощения, отходит в сторону с Сидуром и начинает молиться. Но это был первый раз, когда его молитва совершенно не была направлена ко Всевышнему. Дай Бог нам каждому, чтобы у нас была одна такая молитва, а не каждая с посторонними мыслями. Он уже думал, как он расскажет всем, что нашёл свою половину, как он будет готовиться к свадьбе, как это прекрасно, наконец-то, найти того человека, кого Всевышний создал, как твой пазл. Много, 40 дней до твоего рождения, сейчас, наконец-то, достоится найти этого человека. И вот в этих мыслях за пять минут он помолился и быстрее хотел вернуться к своей будущей невесте. И вот они разошлись на доброй ноте. И, как это заведено в нашем еврейском обществе, парень с девушкой не обмениваются телефонами после первой встречи. Они говорят своё мнение Шатхану, свату, который стоит между ними. Девушка говорит, хочет она продолжить или нет, парень говорит то же самое, а она такое связующее звено между ними. И вот этот парень с нетерпением ждёт, когда же от девушки получит заветное «Да, хочу выйти на вторую встречу». Звонит Шатханит и говорит, к сожалению, девочка отказалась. Как? Не может быть! Мы же с ней уже обсудили и дом, и имена детей, и у нас всё так было прекрасно, что это вы путаете? Она говорит, нет, и правда, ты ей очень понравился, поэтому я тебе даже хочу сказать причину, по которой она отказала. Она увидела, что ты очень быстро молишься, и для неё это было показателем твоей недостаточной боязни Всевышнего, любви ко Всевышнему, усердного исполнения заповедей. И она сказала, что она не хочет, чтобы её будущий муж вот так вот посредственно относился к молитве, поэтому она отказывается от этого шедуха. И этот парень был разбит. Это был его очередной, там, я не знаю, стотысячный шедух. И вдруг он понял, что он нашёл ту единственную. Как вдруг сейчас это всё сломалось, весь этот домик, все эти мысли, все эти мечты за одно мгновение. И он сел и начал думать. У него есть два шанса. Первый шанс – это уйти в уныние, загрустить, перестать встречаться с другими девушками, сказать, что я ничтожество, ничего не умею делать, даже молиться не умею и перестать молиться. Но он решил взять все вот эти вот осколки своего разбитого сердца и сделать из них новую прекрасную вещь. И он сказал, я хочу сделать свою молитву, и не только свою, но и окружающих, глубже и спокойнее. И он снял маленькую комнатку. И рядом с этой маленькой комнаткой была такая маленькая веранда, на которой он предлагал всем, кто заходит в его синагогу помолиться, сначала успокоиться, остудиться. Вообще, вот когда вы едете в Израиль, например, в автобусе, очень часто вы видите людей, которые не успели дома помолиться, к семи уже на работу, и все молятся на ходу, в автобусе, отвечая где-то посередине на телефоны. И я как бы никого не сужу, слава Богу, человек носит с собой седу, и молится, и хотя бы одно слово целенаправленное к Всевышнему, оно тебе стоит. Но вопрос, который задается, а насколько в этой молитве есть Всевышнего? Может быть, стоит остановиться на секунду, сказать одно благословение, сказать моды Ани только, но хотя бы вспомнить, перед кем ты стоишь, за что ты благодаришь, какой потенциал у тебя есть, какая энергия, какой подарок мы получили, а не пролепетай всю молитву, даже если это займет час, а в голове у вас будет вообще совершенно другая информация, как не опоздать на работу, как сдать диктанты или все остальное. Так вот, этот парень решил, что главное перед молитвой это немножечко привести мысли в порядок. И он предлагал пить там чай. И потом этот миньян разросся, это стала большая синагога, но эта чайная комната не потеряла своей актуальности и по сей день. И вот совсем недавно, несколько лет назад, он уже будучи стареньким дедушкой увидел такое объявление, принято, не дай бог, чтобы никто не знал, в религиозных районах развешивают объявление, когда кого-то провожают в последний путь, такой-то сын такого-то, проводы в такую-то дату, потому что нельзя приглашать, но в принципе хочется, чтобы люди знали, когда и с кем можно прийти и проститься, чтобы мы вообще не знали о таких вещах. И он увидел, что один из плакатов смотрит на него имя, которое до боли ему знакомо. И тут он понимает, что это много лет назад та самая девушка, с которой он познакомился, и которая тогда разбила его сердце. Он позвонил по телефону и предложил семье, чтобы она в процессе похоронной прошла мимо его синагоги и остановилась там зачитать поминальную молитву. И когда двери синагоги распахнулись, и все люди, провожавшие эту женщину, зашли внутрь, он рассказал эту историю. И он сказал, «Все, что вы здесь видите, все молитвы, все слова Торы, все чаепития и благословения, происходящие здесь, это все благодаря ей. Это все благодаря тому испытанию, другими словами, которое меня не подтолкнуло упасть и расслабиться и разочароваться в своих силах. Наоборот, собраться и сделать с этим что-то хорошее». Если мы с вами уже говорим по первой недельной главе «Берешит», которую мы с вами учили, то там есть странное предложение, которое мы разбирали, но я бы хотела тем, кто не присутствовал на том уроке, повторить, потому что это актуально для нас сейчас. В одной из молитв мы просим, пусть наши падения, наши грехи перевернутся в заслуги. У нас в Украине умерли евреи, журналисты очень жалко. «Барух, да я наэмэд», я не слышала. «Барух, да я наэмэд», пусть больше тем будет жертв. Что такое «пусть нарушения перевернутся в заслуги»? Это очень странная формулировка предложения. Мы можем сказать «Всевышний, пожалуйста, забудь весь тот ужас, который я творила, забудь свиную колбаску, забудь, я не знаю, там друзей моих, забудь всё, что я делала, дай мне возможность начать с нового пути и идти дальше кошерной еврейской жизнью». Логично было бы так сказать. Можно было бы просить, что вы помните, когда у нас были ещё магнитофоны с кассетами, и мы могли на старую песню, на старую запись сделать новую запись. Мы это тоже могли сказать. «Всевышний, а давай, как будто бы этой свининки в моей жизни вообще не было, и мы начнём жизнь не после свининки и пойдём туда дальше, а как будто бы наложим новую жизнь на старую, как будто старой не было». Тоже такой вариант возможен. Что мы с вами просим? Пусть вот эта вот свининка, ну, это просто, я так взяла, один из примеров, который всем понятен, не закроется, не сотрётся, не будет забыто, «А что перевернётся, как будто я делала митсву, кушая эту колбаску?» Как такое может быть? Откуда у нас столько наглости это просить? Почему все мои прошлые грехи, пока я не пришла к еврейству, они должны как-то перевернуться во что-то хорошее? Да, дай Бог, чтобы Всевышний их забыл, и я забыла, и продолжить, с чего я до этого момента достигла, добилась? Но нет. И в этом есть очень большой смысл. Только благодаря тому, что у нас было, тем испытаниям, которые мы прошли, тому пути, который у нас был, тем хорошим, плохим людям, которые встречались у нас на дороге, только благодаря им. Сейчас, вот посмотрите, почти 9 часов вечера у нас в Израиле, а вы сидите, слушаете урок Торы. Ну скажите, пожалуйста, вы от себя 10 лет назад ожидали от себя такого, что вы будете так учить Тору, что вы будете уделять этому внимание, что вы будете учить недельную главу, приближаться, спрашивать про Шаббат, брать еврейские имена? Я говорю за себя. Еще много лет назад, конечно, но это всегда неожиданно, вдруг оказаться многодетной мамой, вдруг жить в Израиле, вдруг рассказывать вам, которые многие из вас намного старше меня, вообще, как правильно жить еврейской жизнью. Это все неожидаемо. Ну что? Все то, что я делала, оно стало дорогой, которая привела меня к заповеди. И я желаю каждому из вас, чтобы вы могли собрать всю силу в кулак, взять даже то, не очень хорошее, что есть в нашем арсенале, из качеств, и сделать из этого благовония для Всевышнего. И вот этот сюрприз, вот этот запах, вот этот вот шок, который Всевышний испытает от нашего переворота, это то, что заставит его сказать, вау, я кайфую, а ты в это время проси все, что хочешь. Амен и амен. Спасибо вам большое. Да, за спиной фотография Эраби. Это комната младшей дочки, пока не спят. А это их фотография. Да, я вижу, что много вопросов. Погода у нас жара. Слава Богу, сегодня было, по-моему, 34 градуса. Мы были сегодня утром на море. А свининка станет бараниной не надо. у каждого свое предназначение. А где у нас тогда будет испытание? Пусть остается свининка, и мы будем знать, что она очень вкусная. И что мы бы ее с удовольствием ели. Но что? Всевышний этого не хочет, и мы это не делаем. Только поэтому. Желаю всем духовных сил и благословения и всего хорошего.